почему я опять загорелый я в Таиланде нет на сейшелах нет это время был с бикинистыми как обычно я вообще не хочу чтобы он что-нибудь напрягал чтобы ничего не свело ничего не залило ну в остальных зонах я так понимаю вообще претензий вопросов нет ни у кого вот смотри я вчера съел 50 грамм соли 50 я что залитый меня ненавидят в России судя вот что мне кажется мне очень нравишься где-то тоже может быть я знал что я целогубы не обойду вредит бодибилдинг выступательный мочегон все чтобы я вот не загонялся не съел лишнюю таблетку триабура ребят 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 я у кого слышно меня не слышно почему я опять загорелый я в Таиланде нет на сейшелах нет на кубе нет я на соревнованиях в ульяновске тут довольно жарко что я на носках поэтому пришлось сначала загореть так у нас сегодня чемпионат россии я нанес первый слой грима думаю через полчаса будет второй слой грима ну блять все как обычно и как всегда задержки говорят на два часа у меня мой сосед ушел пять часов назад до сих пор здесь загримированный ходит и не выступал одну любую ногу хорошо да не дай лишний раз вот это хорошо прям может ты ее оставил а ну-ка просто это будет меньше смотреть чем левая вообще да и это хорошо лучше выглядит на самом деле все не дави перестань не напрягай ничего ничего не напрягай ноги не напрягай это сломаешь хорошая глубина получилась хороший объем ты можешь пока и вакуум потом собрать пресс у тебя красивый пресс карантика хорошо он выглядит ну некоторых пресса не было ничего можно из вакуума в пресс ну вот из него потом можно пресс перейти да успеют они все и не один раз попросят смотреть друзья мои вообще судья второй категории александр соколов чемпион северо-запада россии по атлетическому бодибилдингу чемпион московского москвы по по моим по моим по моим физикам мой ученик еще и коммерческий директор еще и да в общем у тебя давайте попросим александра как судью уже второй категории то есть он принципе россию сможет судить уже скоро когда он будет помощником при участниках один раз после этого отменили потом сдает экзамен на судейство трехдневный экзамен все категория пересудить полный ад на выносливость сегодня уже я судил вчера судил для себя в принципе в топ и попадаю каких-то глобальных проблем нет опять же питерская школа с ней все хорошо понятно как это работает я думаю достаточно быстро как работа питерская школа как сказали так и судим как сказали ладно я шучу ребят конечно же нет ладно как научили и объемный по-другому если ребятам в этот раз подводились по-другому и схему мочегонной использовали каждый день сорон доработал и устра сам сделал то мне написал ты доела еще три ампура таблетку на всякий случай все покажет когда просохнет отлично давайте сань ты видел а категорию наверняка основных спортсменов на регистрации и это в это время был с бикинистками как обычно с бикинистами хотя бы с бикинистками теперь в это и к сожалению на регистрации не видел в любом случае отслеживал всех топов которые опять же супертяжи можно уже сделать какое-то предварительное мнение о том как будет понятное дело что сцены покажет в моменте но мы понимаем то что если человек был свинотый ему там две недели с питера из другого турнира он не превратится в красавчика когда есть какие-то незначительные доработки их можно поправить и вот это будет как раз таки интересно что категория сложилась ровно давай почему дэн стал прям так откровенно вторым на питере справедливости ради denis не был готов по пояснице по ягодичной и позади даже я лично я не люблю монструозность я за эстетику который обладает denis задняя сильно выпадала и поэтому если во фронте можно было потягаться по качеству задние с позы как опять же говорят building судит перед и передней пропорции задней пропорции denis проиграл я уверен то что сегодня будет реванш потому что качество которое мы уже видим она совершенно и но и так что будем ждать будем ждать они вообще лучше я вообще не хочу чтобы он что-нибудь напрягал чтобы ничего не свело ничего не залило ничего не сломалось вот ему высохнуть и знаете не греться под идеалом не охлаждаться в нейтральном состоянии где-то провести ближайшее время я очень надеюсь что категории да и вот лучше на пуфе кида чтобы от пола не было холода сейчас прямо в конец прямо все в кондиции можно ли было сделать лучше конечно можно но вот эти вот им там 23 процента на все же экспериментировать или перельет или наоборот будет более плоским в общем наверное ста процентов кондиции не бывает никогда ни у кого даже на мистер олимпия мистер олимпия может быть лучше чем он есть данный момент но что-то приближенное к топовому состоянию возможно данный момент сделано к весне будет огромная работа проделана мы переговорились и мы добавим столбы тяги сплинтов посмотрим поясницу поработаем с грыжами у дениса поработаем еще с объемом бедер именно с глубиной чтобы это было еще более смотрибельным ну в остальных зонах я так понимаю вообще претензий вопросов нету ни у кого глубина бедра спереди и столбы непосредственно вот как бы нижняя зона спины то есть не так много зон для доработки то есть можно спокойно концентрироваться в общем мы это у тебя уже два слоя один один мы подождем второй слой друзья мои давайте так раз уж саша подошел внизу будет ссылочка на его instagram давайте во первых если вы хотите запустить свой бренд спортивного питания это директор коммерческого и службы поэтому можно обратиться напрямую к александру написать что вы там с моего канала какую-то преференцию футболку он вам подарит скорее всего в общем сестра бонусы для своих всегда есть заводить заняться бизнесом связанным с саплемент добавками обращайтесь к нам если вы хотите заняться оптовыми продажами генетик можно обращаться к александру либо писать мне если вы хотите попасть в команду генетик как спортсмен амбассадор внизу и ссылочка на менеджера давайте реклама амбассадорство не надо писать мне друзья мои я вас просто перешлю тоже на менеджер если вам не имется и меня не слышите хорошо я вам с вами поздороваюсь и сведу с менеджером по амбассадорам дальше если вы хотите понять свою категорию свою форму попросить дать оценку видеозаписи вы не согласны с судейством или хоть просто улучшится напишите александру он очень лояльно берет по ценнику он разберет вашу форму даст вам рекомендации чего не хватило где можно улучшиться какую сторону вам двигаться точки зрения судьи а не просто скажем стороннего скорее не по меркам своих друзей которые никогда не выступали и не были судьями а компетентное мнение учитывая что я сам учился и учусь у лучших у судей которые ездят в европу и можно привозить тренды которым стоит следовать к примеру бикини и сейчас тренд в россии такой становится слишком мышечные поэтому пожалуйста дорогие девушки не гонитесь за огромными плечами не гонитесь чтобы у вас бедро делилось как у дениса бажанова пожалуйста этого не нужно изучайте спрашивайте находите специалистов в этой области либо обращайтесь к нам чем сможем поможем спасибо бедро Продолжение следует... 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 Мы за неделю отключили, мы только мастерон в среду оставили, у меня были длинные препараты, дозировки все я делал, о которых ты говорил, но надо что-то думать, менять, что-то добавлять, что-то мне больше подходит. Я сейчас проставлю капельницы, обязательно Детокс, Римаксол, Гиглутатион, обязательно. Есть цитофлавина еще. А цитофлавина это тот же самый Римаксол, только меньше препаратов. А, да? Да, я прочитал, то же самое Яйтарко. Яйтарко, да. И что, мы еще все обсудим, на банкет нас пустят? Фужеры выпить вина? Фужеры-то, там разберемся на месте. Вот и все, готовимся. В NPC мы можем выступать везде, Азия. В России тоже выйдут квалификационные турниры. Пофигу. Ты будешь опять выступать в России, а потом где-нибудь еще. Пойми, мне нужен человек, смотри, если у тебя нет времени, вот ты тренер, да? Нужен человек, который будет следить за моей формой, чтобы я вот не загонялся, не съел лишнюю таблетку Триампура. Ну, лично без Триампура. Это, да, это не повлияло, но, ну, понимаете, чтобы я очень много гоню по форме. То есть, я могу весить на 10 килограмм больше. Ну, все меня видели, я-то хуя. Я понял, я когда смотрел в зеркало, переслит. Хотя углеводы не урезали. Я даже соль, блядь, въебал 50 грамм. Надо было и сегодня 50 грамм. Да надо было сегодня в Макдональдсе, блядь. Мне неделю в Макдональдсе надо было грузиться на мочегоне на этом. Короче, если мы мочегонимся, мы едим в Макдональдсе неделю. Препаратов ставим больше, 800 каждого. Еще и приму грамм. Макдональдс. И таблетка Триампура на ночь, блядь. Вода урезает за ночь и выходим вот как они. И у меня будет, блядь, такие мышцы огромные. Они только за мышцы охуеют. И я буду, блядь, ставить так позы, чтобы был максимально большой. Не буду, блядь, вот это глинать жопку. В НБС, славки узкие. Стрингер. А может мне это и лучше, может поэтому я стал проигрывать. Потому что мои ягодицы не видят. Ну да, вот это хорошая жопа, маленькая и сеченая. А у ребят стральники огромные. Ну вот это тоже хуево. Хотя я жопу только под конец начал качать. Короче, я перехожу на большие веса. Опять, блядь, придется. Потому что у меня развитые мышечные волокна белые, быстрые. Я перехожу на большие веса, маленькие мне не канают. Маленькими весами я буду заниматься либо последнее упражнение, либо два через один. Две тренировки тяжелые, одна тренировка легкая. Ну, Руслан, думаю, одобрен. Я думаю, это правильно. А по препаратам он скажет. Ну и все, двигаемся дальше. А насчет дальнейшего пути мы вас осветим. Ну, как я и говорил, что если я выиграл бы Россию, я бы поехал на мир. Сейчас мне не охота. Ну, Руслан как скажет, так скажет. Но я думаю, он тоже больше склонен к NPS, потому что к NPS мы можем сделать мясо. Нет, то, что будет форма лучше и будет интереснее однозначно. Я должен хотя бы 120 выйти. Мне главное в Гарфгатск попасть и поехать тоже в Казахстан. Все, чемпионат России закончился. Дэну бокал вина. Теперь я злой. Я напить не буду злой, теперь я злой, что я сам идиот, блин. Вот и все. Надо выходить, как они, жирные. Надо было не заниматься армрестлингом, а все время хуярить. Хуярить, да, я опять пропустил, блядь, год. Может, мне в Таиланде тренироваться? Никто не хочет меня в Таиланд отправить? Может, я в теплоте, у меня кожа тонкая, стоит глубина появится? Или я там курить каждый день буду? Да, ты будешь курить там каждый день. А вдруг это спрогрессирует? Я буду больше жрать? Нет. Так не работает. Может, и я, пацан, кстати, я приехал с Таиланда, ставил тест 750. Я никогда не видел таких анализов вообще в жизни. У меня печень была 20 и 30 АЛТС. Твоя? Да. Я приехал с Таиланда, я курил траву, я два раза в неделю курил пиво, я ел сладкое. Единственный момент, разница была в чем? Я даже там тренд ставил, у меня даже тренд был, по 200 только его ставил. Иногда. А тренд же, блядь, АЛТСТ растет. Я даже его ставил. Я никогда не видел такие показатели. Все дело в чем? Я тренировался на 50% меньше, а то и на 70 и через день. Все ваши АЛТСТ не от препаратов, а от тренировок. Это сердечная нагрузка, это разрушение скелетных мышц. Мышца восстанавливается, ферменты трансфеназы увеличиваются. При правильном применении фармакологических препаратов, при правильном подходе эндокринолога к вам, вы будете абсолютно здоровы. Вредит бодибилдинг выступательный, мочегон. Все. И антиэстрогены, если их много применяется. И антиэстрогены, если много их применяется. Старик организм. Блядь, а я перепил антиэстрогены. Я просто не знаю, если я сделал, я пять штук выпил. Дэн, да, антиэстрогенов много. В целом, там можно выдерживать минимальную дозировку, вообще пол таблеточки. Может мне вообще... То есть, меньше... Но правильно, меньше тестостеронов в три раза, но правильно определенного. А его никто не определяет. Самое лучшее мое состояние в жизни было, когда у меня эстрадиол был 400. 400? Да. А Т-160. Вот и смотрите. Опять же, правильность определения этих анализов условная. И, кстати, вот тут фраза про ощущение и состояние очень верная. И еще можно в зеркало глянуть, потому что анализы вам ничего не должны. Анализы соревновательного спортсмена не изучены. Спортивная фармакология, на самом деле, создается в подвалах энтузиастами, зачастую у многих из которых вообще находятся под левыми никнеймами. И когда вы... Только вы сами знаете, какая не подвала. Вот. И, ну, это я условно говорю, да, то есть это все подпольно. Ни один эндокринолог в жизни не слышал в институте о том, что будет человеком, который воткнет в себя грамм теста за неделю. Об этом знают только ряд людей, которые готовят, и кто в себя кололи. Дозировки препаратов достаточно высокие. Это не медицина. Эндокринология об этом не знает и не узнает. Это не лечебное действие. Это не требуется даже к изучению. Шкурка. Просто. Получается, сколько мяса слетело. Что за нахуй? Прикинь, сколько мяса может быть. Запихать внутрь можно. А сколько было? Ну, плюс жир, конечно, был. Ну, блядь. Накачаются ноги, соответствующие этим плечам. И тогда не будет ни одного человека. Мне кажется, даже плеч не осталось. Осталось, хватило плеч. Друзья мои, пальцы вверх, ссылки внизу. Денису поддержку. Занимайтесь бодибилдингом. Всем пока.